Девушки отдыхают Что добыл в Париже много серебра и много бед А ныне новый король не только ведет франков на бой с норманами Но и засматривается на Англию Я не позволю этому безумцу пойти войной на нас А он уже собирает войско И воронье каркает над Парижем Вот наша Франкия И все? А я думал Карл устроит нам пышную встречу Поверь, брат Волка Ты скоро испробуешь на себе его радушие Это дело рук Карла? Мы все тут постарались Блоги Вот что он готовит Рейвен Столпу Увы Мы почти на месте Но Париж на Дракарах не пройти Реку преграждают мосты Франков Мы живем далеко от берега Отсюда поедем верхом Остальные пойдут пешком Нужно ли опасаться засады? Не так близко к воде И точно не ночью Сигфред тут славно потрудился Я прослежу за разгрузкой А вы поезжайте Спасибо, Пьер Да, Эйвор Нам надо кое-что обсудить Когда я приеду в миллион Удачно доехать Седло Здесь недалеко Что я скажу Сигфреду? Он велел мне добыть топоры Ведь я должна стать Ярл Сконой А я опять не справилась Не все зависит от тебя, Тока Ярлам все видится в свете их забот Мне бы крепкий Эль да славный бой Что еще нужно? Лазутчики Франков Они стали часто тут появляться Что по-твоему это значит, Эйвор? Что Сигфреду придется потрудиться еще? Сигфреду придется трудиться Пока тут не останется Франков Лазутчики шныряют здесь С тех пор, как Карл вытеснил нас с севера Он неотступно преследует вас Ты можешь стать Ярл Сконой раньше, чем ожидаешь только Боюсь, я не создана для этого Боюсь, я не создана для этого СигфредуMo как же долго меня не было ведь я надеялась вернуться с войском и и и и и и и Доктор, ты вернулась? Надеюсь, все удалось Когда прибудут тебя, кого ты привела Мне нужен Сигфред Конечно Что ж, ты найдешь его там же, где всегда О да, он стоит над курганами И смотрит в туманную даль Как обычно по утрам Сюда Наши турганы Сенрик, мой отец, лежит здесь, как и другие Пойдем Ты знаешь, здесь царит настоящий покой Эта земля прекрасна Если бы только на ней не было франков А вот и Сигфред Иди вперед Он будет недоволен, что я привела так мало союзников Мы почти уцел Скоро рядом с чудом и смерть Клянусь Сигфред Сигфред Ты знал, что это я? Пьер Пьер предупреждает Пьер предупредил меня Мы просто бросили на съедение зверя Я насыпал для него курган Ты хочешь, чтобы я сражался на твоей стороне? Здесь нет сторон Только долг крови И месть И Хельхейм Для тех, кто разрубит мой топор Я знаю, что значит долг и месть Когда придет время, Сигфред Я буду с тобой Славно Я надеялся на тебя А теперь нас ждет пир И я расскажу, что сделаю с Парижем Это Вида Самый благородный конь, какого я знал Бог отмщения? Славное имя Многие франки нашли смерть от его железных копыт Он ненавидит их так же сильно, как я Что за фигурку ты оставил на кургане? Синрик выиграл ее у меня на Холемганге Когда мы были детьми Это Эйк Тюрнер, что стоит на крыше Вальгалы Он и мертвым сжимал ее в руки По ней я и опознал его Ведь до него добрались дикие звери Вальх Поехали! Это будет величайший навек с тех пор, как Рагнар взял Париж и привел Хорику полные дракары серебра. Мы наполним сундуки серебром, а кубки — медом. Кровь и слава! Стой! Дело не только в серебре, Тока. Он не любит, когда ему мешают есть. Знаешь, Рагнар привез с собой не только серебро. Не только? А что еще? Мечи? Драгоценности? Вино? Рассказ о мертвом святом, защищавшем Париж. Потрясенный Хорик отпустил христиан и казнил своих воинов. Правда? Да слава в этом немного. Вот тень, о котором сказал Господь. Я предам врага твоего в руки твои и сделаешь с ним что тебе угодно. Язычников убить! Мне нужна голова Сигфрида и еще этого. Соплячку можете отпустить. Кого? Епископ Энгельвин. Нынче славный вечер. Проклятье! Пусть даже верхом сражаться легче. Это их не спасет. Продолжение следует. Куда удрал, Энгель Вин? Сигфред, стой! Что он тебе сказал? Тока, займись ранеными и найди стражу. Они должны были предупредить нас. Я же говорю, он не любит, когда ему мешают есть. Мертвого врага не допросишь. Шальному сердцу нужен зрелый ум. О, славно сказано. Куда помчался Сигфред? Думаю, за епископом Энгель Вином. Сигфред ненавидит его пуще всех. Это он убил Синрика. Его побратима и твоего отца. Мне жаль только. Все по-прежнему. Нападения даже участились, как ты видишь. Рандви была права. Нельзя, чтобы эта война пришла в Ревенсторб. Ты что, убедишь короля франков сдаться? Иначе тебе придется перебить всех его солдат. Я встречусь с Карлом и уговорю его начать переговоры. С Карлом? Этот жирный трус ударит в спину, едва ты отвернешься. Чем раньше убить предателя, тем лучше. Дело не в том или ином короле, Тока. Мне нужна встреча с Карлом. Ради моего клана. Может, ты и прав. Но переубеждать тебе придется вовсе не меня. Если ты убьешь Энгельвина, Сигфред поможет тебе в поисках Карла. Вот это речь, Ярлскоан и Тока. Наши люди дважды выследили Энгельвина в трущобах на юге Парижа. Наверняка Сигфред отправился туда. Я найду Сигфреда там и вернусь, когда Энгельвин будет мертв. А потом за Карлом. Эй, Ван, сюда, сюда.